Сегодняшняя лекция посвящена теории глубины стека. Как размер стека влияет на вашу стратегию? На самом деле размер стека это ключевая переменная при выборе стратегии. Она влияет на то, как вы оцениваете руки, на полярность вашего диапазона ставки и на оптимальный бетсайзинг. И на самом деле большинство игроков, включая меня, не знают как подстраиваться под различные спр. И когда я говорю про размер стека, я не имею ввиду насколько вы закупились, чтобы сесть за стол или сколько там в целом денег за столом, я имею ввиду в первую очередь спр, то есть соотношение размера стека к количеству денег в банке. И вот этот спр безусловно влияет на то, как вы оцениваете руки, на то насколько полярную стратегию вы используете и так далее. И начну я с базовых определений. Итак, фундаментальные понятия спр, стек-то-пот-рэйшо или соотношение размера стека к размеру банка. Собственно, сколько денег у вас осталось по отношению к тому, сколько денег находится в банке. Нацевый потенциал – это сила вашей руки в случае, если ваше дро закроется. Ну и это очевидный момент, но тем не менее нужно отметить, чем глубже стеки, тем выше ценность вашего нацевого потенциала, потому что чем больше стеки, чем глубже стеки, тем больше денег вы в конечном итоге можете выиграть и тем выше ваши implied odds. И implied odds – это как раз потенциальная value, которую вы можете получить в дальнейшем, если вы обойдете ваших оппонентов к риверу. И на контрасте у нас есть чистое equity – это сила вашей руки в случае, если все сыграют чекдаун. И все эти вещи обязательно нужно понимать, потому что вместе с тем, как будет изменяться глубина стека, будут изменяться и эти параметры. Итак, как же глубина стека влияет на стратегию? При коротких стеках при низком спр чистое equity становится важнее, в то время как при глубоких стеках при высоком спр чистое equity наоборот уже не так важно. Порою нормальные готовые руки при коротких стеках достаточно для того, чтобы выставляться, в то время как при глубоких стеках, например, просто топ пары без хорошего кикера вряд ли будет достаточно. Вы легко можете проиграть топ паре с хорошим кикером. Далее диапазоны, с которыми мы выставляемся, то есть диапазоны, с которыми мы готовы вложить все свои фишки в банк. При коротких стеках эти диапазоны будут шире, при глубоких стеках наоборот, они будут более тайтовыми. То есть при коротких стеках, если все деньги отправляются в банк, например, да, оппонент идет all-in, мы готовы выставляться шире, чем при глубоких стеках. При глубоких стеках, если, например, мы ставим все три улицы, да, или выставляемся на ривере, там и ставки на каждой из улиц должны быть больше. Но да, в двух словах, при более глубоких стеках мы будем выставляться более тайтово. Итак, как правило, теория, которую мы обсуждаем в этих вебинарах, применима для любого вида покера. То есть вы можете это и в Spin&Go применять, и в Heads Up, СНГ, и в МТТ, и в кэше, в общем, практически везде. То есть я стараюсь подавать теорию, которая будет релевантна для большинства форматов, хотя я сам конкретно специализируюсь на кэш-играх. Далее нацевый потенциал, то есть то, насколько сильна наша рука будет, когда закроется дро. При коротких стеках нацевый потенциал не так важен, просто потому что к тому моменту, когда мы соберем руку, там уже в стеках ничего не останется. И становится более важным при глубоких стеках, потому что при глубоких стеках большие employee dots, и мы хотим собирать что-то нацевое. Ну и да, как раз employee dots, это, наверное, основной момент, который меняется вместе с размером стека. И при коротких стеках employee dots низкие, как и обратные employee dots. То есть не так страшно выставиться просто с топ-парой. В то время как при глубоких стеках employee dots будут высокими, и я приводил уже этот пример, если вы выставляетесь с топ-парой, вы легко можете выставиться против топ-пары сильнее. То есть тут и employee dots выше, и обратные employee dots тоже выше. То есть если ваше дро закроется, да, есть шанс, что у оппонента закрылась дро сильнее, или если у вас хорошая готовая рука, есть шанс, что у оппонента хорошая готовая рука сильнее. И поэтому нацевый потенциал так важен при глубоких стеках и менее важен при коротких. И, наконец, преимущество, которое дает вам позиция, становится больше при глубоких стеках и меньше при коротких. То есть чем глубже стеки, да, тем больше преимущество вам будет давать позиция. Покажу вам небольшой эксперимент, который я проделал для хедзап игр относительно недавно. И здесь идея в том, что мы сравниваем различные размеры стеков от 50 до 300 bb и смотрим, как меняется при этом EV игрока в позиции. И мы видим, что чем глубже стек, тем выше EV игрока в позиции. И это явная тенденция. Ну то есть да, мы наглядно видим, что вместе с ростом размера стека растет и значимость позиции. И, как правило, при глубоких стеках в поздних позициях можно гораздо шире открываться, потому что, опять же, позиция дает большое преимущество. Далее я хотел бы затронуть геометрию пота, но на самом деле геометрия пота – это просто модный способ назвать геометрический сайзинг. Геометрический сайзинг – это когда мы ставим одинаковые проценты пота на каждой улице до ривера. Мы особо об этом говорить не будем, но идея в том, что если мы хотим выставиться к риверу при глубоких стеках, нам нужно на каждой из улиц делать довольно большие ставки. И мы можем использовать эту метрику для того, чтобы определять, с какими диапазонами мы хотим выставляться к риверу, сколько эквити нам нужно для того, чтобы там в издоге выставляться к риверу и так далее. Если мы дадим одному из игроков идеально полярный диапазон, то оптимальным сайзингом для него будет как раз таки геометрический сайзинг. Но понятное дело, на практике все не так просто. Геометрические сайзинги встречаются нечасто. Мы видим там андербеты на флопе, овербеты на терни и так далее. Но тем не менее, мы можем геометрические сайзинги использовать для того, чтобы определять, насколько широко нам нужно защищаться, если оппонент собирается выставляться к риверу и так далее. Далее вот эту таблицу я взял из другой своей лекции, но так или иначе здесь видно, с каким диапазоном мы по итогу можем выставляться при различных стеках. И мы видим, что при стеках в 200 BB, по итогу для того, чтобы выставиться к риверу, ставки должны быть настолько большими, учитывая минимальную частоту защиты и так далее, что выставляться можно только с очень сильными, буквально нацевыми комбинациями. Потому что каждый раз мы будем видеть крупную ставку, и каждый раз против крупной ставки мы должны достаточно от этого защищаться. И если, например, оппонент наш выставляет лишь 5% своего диапазона по итогу к риверу, от того диапазона, с которым он начал раздачу, то, конечно, нам нужен очень сильный набор рук для того, чтобы мы в такой ситуации на ривере могли комфортно выльюбетить. И именно поэтому значение нацевого потенциала повышается при глубоких стеках. А если взять, например, 4 бетпоты, да, средние или крупные, там SPR 1.7, 1.3, и то есть это буквально на одну-две ставки, да, ну, три, если вы используете очень маленький сайзинг, и здесь можно выставляться гораздо шире, как вы видите. Просто потому что стеки изначально довольно короткие, да, и гораздо больше рук подходят для того, чтобы с ними выставляться. И поэтому тренера постоянно говорят, что вот он недостаточно активно там, недостаточно часто защищается в позиции. Это потому что при низком SPR, да, защищаться нужно гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Но, конечно, нужно понимать, что это просто математика, да, для упрощенных игр. Это не означает, что все будет работать именно так в абсолютно каждой ситуации в покере, нет. Адам в комментариях пишет, что в 4-бет-потах изначально диапазоны очень тайтовые. Да, все верно, и диапазон 4-бета будет очень тайтовым, и диапазон колла 4-бета будет очень тайтовым. И логично получается, что с тайтовыми диапазонами люди широко выставляются. Но нужно понимать, что ты не можешь выставляться там, я не знаю, с десятой частью своего диапазона при SPR в единицу. В этом просто никакого смысла нет, да, потому что оппонент тупо будет пушить все подряд, а вы там большую часть выкидываете, и для него это будет в любом случае суперприбыльно. В общем, да, всегда нужно помнить об SPR и о том, как это влияет на диапазоны, с которыми мы готовы выставляться. И опять-таки это работает не только для кэша, это работает и для хедзап МТТ, и для спин-офф, в общем, для любого формата. Так что, да, всегда помните про SPR. Далее поговорим про принцип эффективного пуша. Я, правда, сам это название придумал, но ничего другого не подходило, тогда пришлось что-то самому изобретать. Пуш – это вообще очень сильный инструмент в безлимитном холдоме, очень серьезное оружие. Причина в том, что если вы пушите, вы всегда реализуете свое эквити, и получается, что за вами последнее слово. И очень часто солверы стараются делать так, чтобы не дать оппоненту хорошую цену на пуш, и при этом выстраивают, наоборот, ситуацию таким образом, чтобы у нас была хорошая цена на пуш. Идея примерно следующая. Например, при коротких стэках, как правило, используется минрейс для опенрейса, и затем, если мы хотим трибетить, то мы будем либо трибетить очень мало, либо трибет пушить. Если, например, трибет пушить не получается с хорошей, да, доброй частью диапазона, то программа будет как-то там миксовать трибет пуши и небольшие трибеты. Я сейчас вам покажу принцип эффективного пуша. Он работает для разных форматов, и как на префлопе, так и на постфлопе. Давайте рассмотрим несколько примеров. Посмотрим на префлоп стратегии, на полярность трибета, сравним ситуации на постфлопе, ну и, собственно, поговорим про принцип эффективного пуша. И начнем мы, пожалуй, ну, например... Это у нас кэш NL50, эффективный стэк 50BB. Все сдаются до баттона. Баттон рейзит 2,5BB. Малый блайн падает. Большой блайн трибетит 10BB. И мы видим, что в такой ситуации у баттона даже нет варианта с небольшим трибетом, ой, четыре бетом. Это только пуш или колл, или фолд. А мы, конечно, можем за трибетить 20BB, но мы таким образом, по сути, к банку себя привяжем, и это не очень-то эффективно. Давайте лучше посмотрим, например, со стэками в 75BB. Тут должно быть нагляднее. Ситуация у нас та же. Баттон рейзит 2,5BB. И мы видим, что вот в этих ситуациях с не очень глубокими стэками топовые руки, да, нацевые комбинации, очень много слоу-плеят. И в МТТ это тоже прослеживается. Но так или иначе, пушим мы здесь в основном с нашими хорошими, но уязвимыми руками. Например, валеты, десятки, туз-король разномастная, туз-дама разномастная. Эти руки лучше себя чувствуют, если с ними запушить прямо сейчас. В то время как более премиальные комбинации в нашем диапазоне, такие как дамы-короли, тузы, туз-король-одномастная, туз-дама-одномастная, предпочитают небольшой 4бет, ну, мин-4бет, по сути. Рейзить 30BB здесь особого смысла нет, потому что мы даем оппоненту хорошую цену на пуш, и нам тогда нужно будет овер-защищаться, то есть защищать больше рук против этого пуша. Поэтому мы вместо этого используем очень маленький сайзинг. И в итоге, да, у нас получается 2 диапазона 4бета, 4бет пуш и 4бет очень маленького размера. С пушем все понятно, ну, а маленьким 4бетом, как я уже сказал, мы не даем оппоненту прямо роскошную цену на пуш, где нам придется овер-защищаться. Например, если бы мы 4бетили 30BB, то на пуш от большого блайнда нам бы пришлось коллировать с большим количеством карманных пар. Просто потому, что мы уже внесли, да, больше денег в банк, и мы уже отчасти к этому банку привязаны. Ну и, конечно, его пуш, получается, будет меньше по отношению к размеру банка в таком случае, да, и мы опять же должны коллировать шире. Так что да, для того, чтобы сохранить корректное соотношение блефов к вэлью комбинациям, оптимальным сайзингом будет вот такой вот мин 4бет. Что ж, теперь давайте посмотрим на такую же ситуацию при более глубоких стэках. Берем 100BB, та же картина, баттон рейзит, большой блайн 3бетит, теперь он 3бетит чуть побольше. И баттон для маленького 4бета использует 27BB, теперь тоже побольше. Опять же, уязвимые, наиболее уязвимые руки предпочитают сразу 4бет пушить, а все остальные руки используют маленький 4бет. И теперь давайте посмотрим на ту же самую ситуацию, но для глубоких стэков 200BB. Размер 3бета вне позиции стал чуть поменьше, 12BB, а размер 4бета, наоборот, поднялся до 38BB. И люди, которые не изучали основательно игру с глубокими стэками, наверное, будут просто ошеломлены таким сайзингом для 4бета, таким крупным сайзингом для 4бета. Но на самом деле, если задуматься, почему, например, мы используем не такой крупный 4бет при стэках в 100BB на 3бет, в 13BB, да, отвечаем 4бетом в 25BB, чуть больше. Потому что здесь мы, по большому счету, ограничены размером стэка. У нас там всего лишь 100BB за спиной, да, и нам нужно на это делать поправку. А вот при стэках в 200BB у нас больше пространства для маневров, и появляется возможность использовать более естественный сайзинг для 4бета, ближе к целому поту. И при этом мы не привязываем себя к банку. Отличный вопрос в чате у Джексона. Будет ли это работать, если у оппонента короткий стэк? Дело в том, что когда мы говорим про размер стэка, мы всегда имеем в виду эффективный стэк. Если, например, у вас в хедзап 1000BB, а у оппонента 10BB, вы играете с эффективным стэком в 10BB. То есть всегда нужно учитывать, сколько денег может максимально отправиться в банк. И вот это мы сравниваем с размером банка. Еще один момент, который в той или иной степени связан с принципом эффективного пуша. При более коротких стэках, как правило, будь это МТТ или кэш-игры, неважно, мы стараемся использовать сайзинг поменьше для опенрейза. Потому что при коротких стэках, если, например, котов открывается, велика вероятность того, что кто-то из оппонентов будет просто 3бет пушить. Ну и если мы ждем, что оппоненты часто будут 3бет пушить, то, конечно, наиболее эффективной стратегией для нас будет использовать минимальный размер рейза. Ну или минрейз. Еще стоит отметить, что при коротких стэках, мы сейчас смотрим на решение для эффективного стэка в 20BB, мы больше ориентируемся на крупные карты. То есть больше открываемся с руками. Типа Туз-7, да, там Король-10. Короче говоря, да, ставка делается просто в целом на крупные карты. А если мы будем повышать размер эффективного стэка, вот, например, уже 40BB, здесь мы видим, что добавляется больше, так сказать, играбельных рук. То есть больше там карманных пар, одномастых коннекторов и так далее. Это руки, которые хорошо разыгрываются при более глубоких стэках. Далее 75BB, 100BB, 150BB и, наконец, 200BB. Да, кто-то в комментариях написал, что при коротких стэках мы хотим блокировать диапазон пуша, и это абсолютно верно, это важный элемент. В комментариях еще спрашивают, поменяется ли размер 4бета, если поменять позиции местами. На самом деле размер 4бета, в первую очередь, зависит от размера стэков, но также это все, конечно, отчасти сводится к полярности. И давайте еще раз пробежимся по стэкам. Мы смотрим на диапазон OpenRace на Котоффе, начинаем с 20BB и идем выше. 20BB, 40BB, 50BB, 75BB, 100BB, 150BB, 200BB. Да, как вот тут Рафаэль в комментариях сказал, нам нужно более крепкое эквити, все правильно. Например, вот эти руки, да, будут лучше разыгрываться при глубоких стэках, потому что эти руки в основном ориентируются на сеты и на хорошие дро на постфлопе. И именно этим оправдывается изначально OpenRace с этими руками. Но при коротких стэках, как мы говорили, нацовый потенциал не так важен. А если вот взять, например, ТУС-7 разномастные, тут мы основные деньги будем делать с того, что просто будем ловить топ-пару с этой рукой. Каких-то больших дро с нацовым потенциалом, да, с ТУС-7 мы, как правило, не поймаем на флопе. Так что да, при более глубоких стэках мы хотим перестраивать свой диапазон больше в сторону играбельных рук. Еще стоит отметить, что чем глубже становятся стэки, тем шире мы открываемся на катофе. Начали мы с 26 и дошли до 30. Ну это просто потому, что больше рук прибыльно становится разыгрывать в позиции. Так, Джо спрашивает, почему полярность важнее становится при глубоких стэках? Не потому ли это, что мы можем шире выставляться при коротких стэках? Да, идея абсолютно верная. И мы об этом чуть позже поговорим. Так, далее у нас постфлоп ситуация в кэш-игре и борт. Дама валет 5 радугой. И я сравнил эту ситуацию, баттон против большого блайнда, при стэках от 20 до 200 ББ. И получил довольно интересный результат. Слева внизу у нас открыт график распределения эквити. Обратите на него свое внимание. И здесь можно отметить, что вместе с ростом стэков меняются диапазоны и их взаимодействие. Как вы видите, чем глубже стэки, тем ближе диапазоны становятся по эквити. И также при более глубоких стэках мы начинаем использовать овербеты. Ну и вместе с этим более полярную стратегию ставки. При стэках в 20 ББ, как мы видим, овербетов никаких нет. Они не используются. Потому что когда SPR равен 4, в овербетах особо нет смысла. И вообще при коротких стэках в МТТ, например, в 3 БЭТПО, тогда при более коротких стэках, обычно стараются все-таки растянуть ставки на несколько улиц. И для того, чтобы это сделать при низком SPR, нужно, конечно же, использовать очень маленькие сайзинги. Вот здесь, например, основной сайзинг. Это буквально минбет. Ну а вместе с тем, как стэки становятся глубже, 50 ББ, 75 ББ, 100 ББ, мы уже начинаем добавлять вот этот крупный сайзинг, овербет, где используется более полярный диапазон ставки. Рафаэль в комментариях написал, что мы всегда ориентируемся на свои нацевые комбинации, которые хотят выставляться к риверу. Да, это верно. Например, вот на борде дама валет 5, да, в диапазоне Баттона определенно будут какие-то нацевые комбинации, с которыми он по итогу хотел бы сыграть на стэк. И если, например, SPR равен 4 в такой ситуации, как мы видели, да, в первом примере с короткими стэками, то выставиться, понятное дело, проблемы не составит. Ты ему, например, ставишь минбет на флопе и затем два раза средний сайзинг на терне и на ривере, и этого будет достаточно. Но когда стэки становятся глубже, минбета уже попросту будет недостаточно для того, чтобы выставляться. И я делал отдельное видео по механикам бэтсайзинга, сильно я вдаваться в это сейчас не хочу, но если в двух словах, при более глубоких стэках появляются уже такие более активные линии, крупные чекрейзы, овербеты и так далее, где мы опять же нацеливаемся на то, чтобы выставиться по итогу к риверу. И при этом, чем крупнее сайдинг, тем полярнее стратегию мы можем использовать, ну, добавляя, конечно, в эту стратегию дрос с хорошим эквити тоже. Следующий пример. На сегодняшний раз у нас монотонный борт. Мы с вами говорили о том, что у баттона есть преимущество в плане диапазонов, и поэтому большой блайн должен периодически слоуплейить и всячески защищать свой диапазон. Ну, если, конечно, у него нет возможности просто сразу играть чек-пуш в ответ на ставку. То есть он должен чек-колить не только с какими-то средними руками, но и с нацевыми комбинациями. Так, ну и если на вот таком монотонном борде туз 7-6 баттон кантбетит треть пота, большой блайнд при стеках в 20 бб будет рейзить 11,3%. И далее, чем крупнее эффективный стек, тем меньше будет частота рейза. 40 бб 8%, 50 бб 7,6, 75, 7,1, 100 бб 5,6, 155,5 и 200 бб 4,6. То есть мы видим вот такую интересную тенденцию, что чем глубже стеки, тем меньше игрок на большом блайнде чек-рейзит. А все потому, что ему как раз-таки нужно защищать свой диапазон чек-кола. Ему нужно выдерживать больше давления в дальнейшем на последующих улицах после чек-кола. Например, при стеках в 200 бб игрок на баттоне может просто лепить очень агрессивно крупные овербеты на терне и на ривере, и ему нужно как-то против этого защищаться, иметь возможность против этого защищаться. Плюс, если ты играешь чек-рейз, то при глубоких стеках вне позиции тебе довольно тяжело в дальнейшем придется в целом. Далее у нас хедзап, все просто, и мы будем смотреть на то, как меняется стратегия большого блайнда в зависимости от сайзинга малого блайнда. При стеках в 20 бб малый блайнд может минрейзить, давайте посмотрим, 70% своего диапазона, и большой блайнд в ответ на этот минрейз 28% трибет пушит, 7,7 использует небольшой трибет. При этом самые сильные нацевые комбинации, это десятки плюс туз король, туз дама одномастные, предпочитают использовать небольшой трибет, а не трибет пуш. А вот, скажем, мелкие карманные пары и различные туз икс комбинации, они просто сразу идут олайн. Это те руки, с которыми мы хотим прямо сейчас раздачу закончить, с которыми мы хотим выставиться прямо сейчас, да, потому что эти руки обладают неплохим чистым эквити, но у них есть проблемы с имплай дотсами. Поэтому, да, мы с этими руками просто трибет пушим, ну и, конечно, такой диапазон трибет пуша надо балансировать, и поэтому мы также трибет пушим с уроками типа 8,6 одномастные, 9,7 одномастные и так далее. Почему такие руки используются? Да потому что они неплохо сохраняют свое эквити против диапазона колла. Джо спрашивает в комментариях, что делать при коротких стеках с хорошими дро, с хорошим эквити, лучше сразу выставляться с ними или чекнуть и попытаться реализовать эквити в позиции при стеках 15-20 бб. Отличный вопрос, Джо. Обычно мы хорошее дро стараемся разыгрывать чеком, если есть шанс того, что оппонент запушит и выбьет у нас этот дро, не даст нам реализовать свое эквити. И мы постоянно видим такие ситуации в кэш-играх, в МТТ-турнирах, в каких-нибудь там 4-бет потах, например, где самой отвратительной для нас ситуацией будет ситуация, где мы ставим с каким-то хорошим дро, да, которое имеет достаточно хорошее эквити, и оппонент пушит в ответ чуть больше пота. И у нас уже просто недостаточно пототцев для того, чтобы с этим дро коллировать. Хожей ситуации для дро быть не может. Ну или у вас даже достаточно пототцев для кола, да, но при этом по ИВ все ужасно вы индифферентны между колом и фолдом. Это тоже плохая ситуация. И поэтому в таких ситуациях, где есть риск, что оппонент запушит и выдавит наши эквити, солверы с хорошими дро, которые имеют приличное эквити, просто играют чеком. И поэтому я часто говорю, что такие дро можно вообще расценивать как руки с шоу-даун-вэлью. Да, Джастин говорит, что такое часто возникает в 3-бет потах на терне после ставки на флопе. Да-да-да, очень хороший пример из кэш-игр. Так что да, часто с хорошими дро приходится играть чек-бехайн, потому что вэлью того, что вы сохраните свои имплайдотсы, да, сохраните вот это эквити у себя на руках, будет выше, чем фолд-эквити, да, но с возможностью расстаться в итоге со своим эквити. Поэтому да, в каком-то смысле эти руки разыгрываются как руки с шоу-даун-вэлью. Так, далее, при стеках в 40 бб мы видим много разномастных комбинаций в диапазоне 3-бета, и конкретно в диапазон 3-бет пуша попадают мелкие карманки, шестерки и ниже, да, и средние разномастные тузы. Почему сюда попадают эти мелкие карманки? Потому что, хотите верить, хотите нет, у этих карманок достаточно эквити против диапазона кола оппонента. То есть он достаточно часто будет там коллировать с руками хуже. И поэтому, да, опять же, самые уязвимые из тех рук, у которых достаточно эквити для пуша, идут ол-ин. А более сильные комбинации, такие откровенно нацевые комбинации, типа тузов королей, по-прежнему предпочитают 3-бет небольшого размера. И да, в целом, чем выше стэк становится, тем больше солдвер предпочитает 3-бетить не вот с этими разномастными комбинациями, да, просто с блокером, а вот с такими более играбельными руками. Ну и опять же, давайте просто провяжемся по различным стэкам. Это 60-бб, это 80-бб, это 100, это 150 и 200. И да, понятное дело, при стэках 200-бб мы не можем просто брать и 3-бет пушить с карманными двойками, например. Ну а так, да, в основном диапазон состоит из нацевых комбинаций, само собой, и из хороших играбельных рук, которые имеют хороший нацевый потенциал. Это одномастные коннекторы, одномастные гэперы, средние карманки, да, ну и пропорционально все меньше тут становится разномастных рук. Хотя они все еще присутствуют здесь с какой-то частотой, полностью они не исчезают. Теперь давайте поговорим про лимпы с премиальными руками. Это у нас МТТ-спот, эффективный стэк 10-бб, и все сдались, вплоть до малого блайнда, за которым, собственно, слово. Я понимаю, что многие люди, когда у них остается в стэке 10-бб, будут играть пуш или фолд на малом блайнде, и я не говорю, что это плохая стратегия. Это просто разные варианты, разные подходы. И у нас, кстати, есть решение как с лимпами, так и без лимпов специально для этого. Но если мы уберем лимпы, мы увидим, что малый блайнд, несмотря на то, что лимпа больше нет, он пытается изображать что-то подобное. Он с нацевыми комбинациями использует маленькие рейзы, минрейзы. И да, совершенно очевидно, что это полярный диапазон минрейза. Сюда попадают нацевые комбинации, сюда попадают откровенные блефы, да, ну и вот такие играбельные руки, скажем так, играбельные одномастные руки с неплохим эквитем. Ну а если мы даем возможность лимпить малому блайнду, тогда его диапазон лимпа тоже будет достаточно полярным, состоящим из очень сильных рук, ну и откровенного мусора. Ну вот так проще визуализировать будет. Да, видим руки с высоким EV, руки с низким EV и немножко средних играбельных рук. Ну и вместе с этим диапазон open push получается таким более конденсированным. И да, это немножко может сбивать с толку, зачем нам вообще поляризовать наши слоуплеи, да, и деполяризовать наши агрессивные мувы. Но опять же это все связано с реализацией эквити. Например, с тузом и двойкой одномастными нам лучше запушить и реализовать все свое эквити, да, чем пытаться как-то там поиграть на постфлопе, куда-то попасть, не попасть и так далее. То есть нам гораздо надежнее будет просто 100% эквити этой неплохой руки реализовать и все. И да, если у нас полярный диапазон лимпа, да, нам очень просто защищаться против пуша. Мы все вот эти сильные нацевые комбинации колем, все слабые комбинации выкидываем. И да, кто-то может сказать, что лимп колл с дамой семеркой одномастными это безумие, но я напоминаю, что это у нас эффективный стек в 10 бб и ситуация блайн против блайнда. То есть диапазоны здесь широченные. И да, этот эффект лимпа с полярным диапазоном, он простирается и дальше по позициям, да. Например, вот стратегия баттона при стеках в 10 бб, тоже лимпем нацевые комбинации и воздух. Вот стратегия на лоу-джеке, тоже лимп с тузами, да, и с каким-то воздухом. Остальное все open push'ом разыгрывается. А вот если перейти к стекам, скажем, в 30 бб, тут уже никакого диапазона лимпа не будет. Ну, во всяком случае, в ранней позиции. Так, Алекс написал, что солдер, похоже, использует для 3 бета руки с нацевым потенциалом, для того, чтобы затем у нас был более полярный диапазон на постфлопе. Да, Алекс, абсолютно в точку, лучше меня сказал. Все действительно так и есть. При более глубоких стеках мы действительно хотим разыгрывать руки с нацевым потенциалом, в частности, когда 3 бетим, для того, чтобы затем на постфлопе мы имели возможность получать более полярный диапазон, который, опять же, будет проще разыгрывать. Мы не хотим при глубоких стеках оказаться в ситуации, где у нас, например, топ-пара без кикера, с которой нам сложно как-то усилиться и не очень-то понятно, что делать, где мы просто пытаемся до шоудауна добраться. При глубоких стеках нужны руки, которые реально могут усилиться. И получается, что руки средней силы со средним потенциалом, как правило, реализуют меньше 100% эквити, а руки с нацевым потенциалом, наоборот, больше 100%. Итак, еще один пример. Баттон Рейзет при эффективном стеке в 30 бб. Мин Рейзет практически получает небольшой 3 бет. Но, опять же, да, из-за маленького эффективного стека. При более глубоких стеках мы увидели бы более крупный сайзинг. Мы просто не хотим, да, здесь слишком хорошую цену на пуш давать баттону, поэтому мы используем 3 бет поменьше. В общем, да, мы получили 3 бет в 8,2 бб и смотрим на реакцию баттона. Как вы видите, премиальные руки в основном разыгрываются коллом. И для кэш игроков это может показаться безумием. Какого черта мы вообще просто коллируем 3 бет от большого блайнда с карманными дамами? Но идея в том, что при коротких стеках нам гораздо проще выставиться на постфлопе. И мы будем играть в более маленьком SPR, да, поэтому мы не прочь просто подколить. В то время как при стеках более глубоких, давайте возьмем, опять же, 100 бб и такую же ситуацию, рейс 3 бет. Хотя это, наверное, не очень удачный пример с большим блайном. Давайте возьмем 3 бет от малого блайнда. И вот вы видите, что здесь премиальные руки 3 бетят, а 4 бетят, точнее, значительно чаще, чем при коротких стеках. А если перейти к кэшу от МТТ и взять, опять же, ситуацию со стеками в 100 бб, также баттон рейсит малый блайнд 3 бетит. Здесь есть немножко слоуплей с тузами, но в целом с премиальными руками не так много. А здесь Рафаэль написал, что покер во многом состоит из реализации и пуша эквити, и ты абсолютно прав. Так, а это что у нас за пример? А, это у нас 3 барреля при глубоких стеках. Да, это прикольный пример. Давайте глянем. Так, здесь переходим к математике тройного барреля при глубоких стеках. Да, кстати, забыл упомянуть, все июньские дневные дозы GTO посвящены размеру стека, так или иначе. И как меняется стратегия в зависимости от размера стека. И все эти квизы, они начинаются с коротких стеков, да, и дальше, чем дальше по ходу месяца, да, чем выше, тем крупнее стеки. Так что, если хотите еще маленько подточить свои знания, проверить свои знания, да, после сегодняшнего видео, отправляйтесь, попробуйте квизы. Много чего тут можно проверить и подтянуть. Ну и вот, собственно, квиз по математике тройного барреля при глубоких стеках. Итак, это у нас NL50, 6 макс кэш, 200 бб, большой блайн против UTG, 3 бет под, большой блайн ставит 3 барреля сайзинги, вы видите на экране, и UTG играет колдаун. Борт у нас от узкороль 2, монотонный изначально, да, затем семерка-восьмерка крести появились на терне на ривере. И если у UTG изначально 4,5% флашей в диапазоне на флопе, и он никогда не рейзит, только коллирует. Какой процент его диапазона составят флаши к риверу? И да, покер это в целом игра довольно интуитивная, и здесь не так много конкретных вещей, да, но к данной раздаче, к данному вопросу это не относится. Я, правда, этой фразой, наверное, выдал реальный ответ на вопрос, да, но так или иначе, попробуйте, ответьте. Какой вы выберете вариант, напишите в чате. Какой процент диапазона колла игрока в UTG на ривере будут стоять флаши, если он все это время просто коллировал, сыграл колдаун? Так как я вижу один ответ, 25%, Рафаэль написал, вижу 10%, 50%, снова 50%. Да, на самом деле довольно непростой вопрос, и правильный ответ сразу скажу, это 25%. И как мы можем это решить? Да на самом деле просто используя такое понятие, как минимальная частота защиты. И да, учитывая то, что мы указали, что UTG не рейзит ни на флопе, ни на терне, получается, ни на ривере, да, получается, что к его коллу на ривере все его флаши в диапазоне сохраняются. Изначально флаши составляли 4,5% его диапазона, ну и дальше мы просто считаем минимальную частоту защиты против ставки на каждой улице. И если все вот так посчитать, то получается, что к риверу у UTG остается 18% от его изначального диапазона. То есть он коллет на ривере 18% от изначального диапазона, а 4,5% от 18% это 25%. Так что да, в итоге получается, что 25% его диапазона колла на ривере это флаши. Тут еще нужно отметить, что Туз и Король Черви очень добрую часть потенциальных флашей блокируют. Так, ну и давайте посмотрим на модель. Тут, правда, 4,3% получается его диапазона это флаши, да, но достаточно близко к нашему условию. Еще один момент, нужно понимать, что когда мы коллируем 3-бет на префлопе, особенно если там был достаточно крупный 3-бет, то потенциальных флашей или флаш-дро в нашем диапазоне изначально будет меньше, просто потому что у нас будет в диапазоне больше всяких карманных пар и меньше одномастных комбинаций, которые имеют потенциал стать флаш-дро или флашем. Так что да, несмотря на то, что борт у нас монотонный, флашей в диапазоне UTG не так много. Большой Блайнд начинает со ставки в 66% пота, мы колем. На терне появляется семерка и он снова ставит 66% пота. Мы это дело снова колем и Большой Блайнд вновь конбетит на ривере, на сей раз уже целый пот. Мы колем 48% рук, да, и флаши при этом составляют 25% нашего диапазона. И это в целом касается диапазонов, с которыми мы выставляемся при более глубоких стеках, то есть руки, которые там составляют 4% вашего диапазона, в итоге к риверу могут превратиться в 25% вашего диапазона. И да, стеки тут 200 ББ, но СПР на флопе не такой уж большой. Получается 2 трети на флопе, да, 2 трети на терне и пот на ривере это пуш. А если представить, что это, например, овербет, овербет, овербет и чекрейс пуш, то тут, конечно, очень маленькая часть вашего диапазона, которая является нацовыми руками, станет очень большой частью вашего итогового диапазона кола. Просто потому, что чем больше сайзинги, да, тем меньше рук нам в целом нужно защищать. И именно поэтому руки с нацовым потенциалом становятся гораздо важнее при глубоких стеках, потому что как раз таки вот эти руки с нацовым потенциалом в итоге превратятся в те самые нации, которые будут составлять уже к риверу основную часть вашего диапазона. Ну, например, если сеты составляют 2% вашего диапазона изначально на флопе, но коллируете вы до конца только 3% своего диапазона, внезапно в вашем диапазоне кола на ривере будет 2 трети сетов. В общем-то, помните о том, что преимущество в плане нацовых комбинаций будет диктовать сайзинг, будет диктовать полярность стратегии, и чем глубже стеки, тем выше будут имплайдотсы для ваших потенциальных нацовых рук. Итак, в заключении, размер стека — это базовая метрика, которая определяет вашу стратегию. SPR влияет на то, сколько денег вы хотите вкладывать в банк, а это, в свою очередь, влияет на ценность имплайдотсов, на диапазоны, с которыми вы будете выставляться, на нацовый потенциал и на полярность ваших диапазонов ставки. И, как правило, при более коротких стеках вы будете больше слоу-плеить, потому что вам проще будет выставиться на последующих улицах. Например, в 3бетпотах игрок в позиции чаще слоу-плеит сетами, чем синглрейс в потах, потому что в 3бетпотах при более низком SPR проще выставиться. А вот при глубоких стеках нацевые комбинации сразу хотят наращивать банк. И точно так же в МТТ при коротких стеках нацевые комбинации часто разыгрываются просто коллом на префлопе, или открываются лимпом на малом блайнде и так далее. То есть наше желание наращивать банк с нацевыми руками варьируется в зависимости от эффективного стека. И так же типы диапазонов для ставки будут меняться, там более полярный диапазон, менее полярный диапазон в зависимости от эффективного стека. И да, люди часто размышляют, включая, о, у этой руки очень много дрода, много потенциала, но при этом они не обращают внимание на нацевый потенциал. То есть, например, если у вас какой-то комбо дро, которое может собрать либо нижнюю часть стрейта, либо какой-то слабенький флаж, да, у вас как бы очень много аутов на улучшение, но в плане нацевого потенциала все далеко не так хорошо. То есть, если вы получите свой флаж, это будет нижний флаж, вы легко можете проиграть более сильному флажу, если вы получите стрейт, это нижний стрейт, и опять же вы можете оказаться в ситуации стрейт на стрейт. Так что дело не в том, сколько у вас аутов, а в том, насколько вероятно, что ваша рука будет сильнейшей. И точно так же при более глубоких стеках, например, такие ситуации, как сет против сета, становятся гораздо более проблематичными. Люди просто не учитывают то, насколько тайтовым будет диапазон выставления оппонента к риверу при изначально глубоких стеках. Еще один момент. Независимо, на префлопе это или на постфлопе, Солвер, как правило, будет использовать достаточно крупные сайзинги для того, чтобы у него была возможность по итогу выставиться, если у него изначально есть определенное преимущество в плане нацевых комбинаций. При коротких стеках это, конечно, не проблема. Там можно и минбет использовать на флопе, потому что мы все равно так или иначе без проблем к риверу выставимся. Ну или если речь про префлоп, при коротких стеках можно сразу 3бет пушить и таким образом все деньги в банк отправлять. Ну а на этом все. Мы будем заканчивать. Большое спасибо за то, что были сегодня здесь с нами. Удачного вам, гринда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok